Здравствуйте один большой вопрос у предпринимателя он как был 10 лет назад так он остался у нас открытый по поводу земли рынка на котором мы торгуем есть ли у кого-то из кооператива или как как-то чем по вячеслава официальные документы на землю на каком основании кому мы должны платить услуги и остальное в принципе нас интересует земля вторая вывеска химиков 19 по документам у нее земля до химиков 33 как так может быть три юридических адреса на одной фирме скажите а что сейчас делается на рынке а что сегодня ночью было мы же не спали абсолютно всю ночь там приехали из Донецка какая-то непонятная охрана в наколках нашу охрану которая с которой у нас заключены договора просто выдворили из рынка и нам ничего не оставалось как вчера ночевать на рынке и отрубляя своими звонила сказала же я пришел на рынок на время с вами ночевал и охранял она сюда не пришла а я должен был к ней туда ездить мы просто хотим услышать правовую оценку по земле на которой мы торгуем потому что в принципе уже один предприниматель что-то проиграл ну непонятно как конечно остается загадкой как можно не имея документов на землю ну как бы в принципе мы все знаем в этом что не нету документов оформленных на землю выиграть суды ну получается мы все пойдем следующий на кислород где нам торговать это наше единственное место где мы работаем налоги мы все платим официально предпринимательство у нас оформлено мы же не один предприниматель как бы все это прекрасно понимаем а вот и оценку земле пожалуйста у нас а сегодня то что было ночью там охрана это с этим и связано да чтобы она ушла давай пришла она не ушла они их вытворили с территории рынка просто нахуй пятницу пятницу опечатала там у них сторожка где они ночуют милиция опечатала я не знаю по какому поводу мы как бы уже по поводу что охранная фирма патриот не имеет права и не имеет лицензии на осуществление охранной деятельности уже другое эта фирма довольно известная поколова чтобы понимали очень сомнительная репутация так сказать все они не имеют у нас есть ответ ну эти юноши что приехали она наколка только стоит полторы тысячи долларов это нормально я не буду так говорить сейчас могут быть кто угодно наколка хотя ни о чём не говорим не я понял я о стоимости наколки говорю не имеет права хорошо вы его изучаете это конечно но та служба которая пришла ее проверили как она зашла на рынок только возник вчера вечером но они на рынке они как их пустили на рынок чем ведь ну как милиция должна быть выдворить наверно всех и тех и тех а потом но под милиция мне кажется что она должны быть вы творите и те идея надо посмотреть документы проверить документы кто имеет право ходить на этот рынок кто не имеет права а потом же с вашего разрешения милиция она запускает но те кто вы выдвину патриотов и патриотов и опечатали мы пока разбираемся но печатали и у нас есть уголовное дело Логовое производство. Мы с ним разбираемся, понимаете? Я не за тех, не за тех. Но вы должны четко подойти одинаково. Что к одному охранной службе, что к другой охранной службе. И быть на равням. А потом принять решение правильно, юридически правильно. И прокуратура здесь, я прошу тоже, в это дело подключиться. Подключайтесь. Вместе с милицией. Милиция посмотрите, как действует. Как на месте, как те разбираются. Потому что, понимаете, мне не 7-5 дней во лбу. Я не могу сам прийти и сказать, будет так или так. Мы должны работать все в правовом поле. Пожалуйста. Предприниматели заключили с ними договора. Предприниматель не должен выяснить, есть ли у него лицензии или нет лицензии. Они заключили. Они надеются, что сегодня ночью у них будет все нормально. А то, что у него на нем лицензии, у них нет лицензии. Людей сейчас волнует другое. Где им зарабатывать кусок хлеба? Вы на землю определите. Тут вопрос не бывает. Да, я попробую. Сергей Николаевич, мы сегодня придем к вам к полтретьего заявления, чтобы вы нам выдали кусок земли, чтобы мы демонтировались. Потому что человек с нас внеслась 10 лет уже. Она нам вынесла все мозги. Вот вчера сказала, она вас на демонтаж. Вот есть апелляция, есть хозяйственный суд. Со всеми полностью документами мы это проиграли. То есть у нас от них были документы. Вот у нее доказывали, что химиков 33, нас даже не стало коллеги судей слушать нашу адвокатуру, да, никто. Вот она все решила. Потому что нам сказали, что человек с Киева позвонил, и уже репелляционным все решили, что ребята, мы и против ребят, ничего не имеем против. Просто человек с Киева позвонил и сказал, ребятам проиграй. И нам сказала СБУ, вам даже денег не помогло, чтобы мы вас ввели под колпаком, чтобы вы выиграли, чтобы вам правильно вынесли решание. Как разобраться в этой ситуации? Мы остались сейчас, вот наш ребенок остался без куска отверг. Что нам делать? И следующее они, потому что нами хотят доказать всему рынку. Чтобы у вас были документы все. Вот, нами хотят доказать всему рынку, что все пойдут за нами. Вот такая ситуация. А сегодня ночью сказали, бульдозер заедет, будет сажать картошку. Все. Никто не может ничего сделать. Он вчера стоит, а Нупринянка стоит, он вот так стоит, не качок, а это Служба безопасности Украины, и она говорит, так, короче, подполковник, машину убрать патриота, а я закрываю ворота, и вот этих тоже. Что это за отношение к милиции? Что это за командование органами? Вопрос. Мы сейчас всех вызываем у тех равные фирмы, но дело в том, что тут она должна принять. Если она заключила договор с охраной церкви, у нее есть, она имеет право делать. А лицензия у нее есть? Лицензия есть у этой фирмы, у них все не приходили. Вы должны понять, что надо решить с землей, иначе ничего не будет. Это постоянно консульт будет, постоянно. Почему решать землей, если есть факт? Один единственный, больше ничего не надо. Ну вот, придет завтра судебный исполнитель, и будет исполнять. Есть решение суда, его надо исполнять. По этому адресу. Вот есть, не перестанет. Постоянно идет по этому адресу. Вопросы не ко мне, к суду. Не, я понимаю, как мы ее разговаривали. А наше угоняете, как его адрес? Я, у нас в городе Химика 27, это что? Это рынок, правильно? Меня по суду выгнали с Химиков 33. Это что, с недостроенного здания? Или что это у нас? Откуда выгоняет она? Как суд может на другой юридический адрес? Апелляцию. Апелляцию по тайну проверали. Я зашел и сел на сиденье, мне сразу сказали, кто такой, и уже решение есть. Что же это? Из-за чего? Пожалуйста, расскажите, пожалуйста. Мы все прекрасно знаем, что полное несовпадение адреса. Документы отсутствуют. Как можно фирму Вячеслава осуществлять свою деятельность в городе Южном? Незаконно, незаконно, потому что у нее документы на Химиков 33. Ну как власти закрывают это глаза? Я не понимаю. Ну неужели нужно доводить до суду? Налога будет, она за землю платит, патент. Химиков 33, ну это же первый класс. Я тоже так могу пойти, сделать деньги, собрать патент. Потому что дальше разные адреса. Из-за чего вчера все началось? Я уходила из рынка последняя, сидели эти парни с накопками. Я их спросила, скажите, пожалуйста, какая служба нас охраняет? У нас есть патриот, которому мы платим деньги. Они сказали, идите к нашему начальству, он вам скажет. Идет начальник их весь, пьет кофе. Я его спрашиваю, тоже вопросы ему задаю. Он говорит, когда вы заключите долг с Вячеславой, тогда я вам скажу, от какой мы службы работаем. Я говорю, вы меня извините, тут столько магазинов, мы сейчас уходим. У вас тут парни такие все накачивались, наколками остаются. Я могу утром прийти, у меня не товар, стекла побиты. Кому я буду претензию предъявлять? Он говорит, тогда идите заключите долг, и мы будем вас охранять. Я говорю, у меня долг заключен с патриотом, мы им заплатили деньги. Потом вот это все началось, мы вызвали милицию, и вот этот Сергей, или как его зовут? Гима Велимович, да. Когда я к нему подошла, я сказала, вы проверили этих людей на полках, кто они, место жительства, откуда они приехали. Сейчас же даже пьющая строка по телевизору идет, что надо всех людей подозрительных проверять и подавать милицию, он на это ничего не ответил. Я говорю, вы хоть паспорта их не взяли, посмотрели. Может, это все протесты приехали взорвать наш нужный или базар. Он ничего не делал, он только сказал. Так как идет судебные тяжбы, патриот, вы идите с базара, а вот это охрана остается. Мы говорю, нет, мы не уйдем, мы будем сами охранять базар до утра. И вот мы охраняли базар до трех часов ночи. И милиция никаких движений не сделала вчера. Так что я не знаю, кто там как работает, за кем вы стоите. Мы не за кем, мы стоим за нас. Но за мной и за нами. Ну точно не за нами. Точно не за причинемателем, это сто процентов. Мы это все, это все видно на лицо. Все взрослые люди, все прекрасно понимают. И как они себя ведут, круто, это видно, что там за ними кто-то стоит. Давайте мы тогда, если мы не можем, давайте мы с области пригласим милицию, УВД области. Давайте. Давайте. Я готов сейчас генералу позвонить, пусть приедет, если мы не можем сами разобраться. Да мы же сами разберемся. Ты что, если она приемка, она приемка, это посадка. Стопай, генералу, что я не знаю, почему не лекарство. Она в первый раз каталась, что приехали в области, милиция каталась. Вот охрану, налила фирму охрану, чем тут милиция поможет? Ну я так понимаю, что вы вызвал и проверяет документы. Нет, ну проверить можно эту фирму, что за фирму? Мы проверяем же сегодня с утра. Это ночью случилось сегодня. Представим документы. Ну, мы на рынке сидим, пьет кофе. Понимаешь, начальник сидит, пьет кофе и распоряжается кому, где, куда сортирует людей. Никто не может сказать, они вправе это делают или не вправе. Патриот понятно, не вправе. А эти непонятно, еще вправе или не вправе. Так мы хоть с ними договор заключили, мы знаем, до кого обратиться, если что-то случится на рынке. А он сказал, если что, вчера я, их начальник сказал, если что-то случается на рынке, будет отвечать Патриот. Да. И они ходили ночью специально, провоцировали, стучали по магазинам. Парни, то, что мы добили, чтобы заехала машина Патриот, чтобы кто-то смотрел, мы добили. Ходили, они их специально провоцировали, они бегали Пусть один представитель от нас сейчас ко мне привел в кабинет, я бы вызвал начальника охраны, чтобы они просто увидели документы, чтобы не было вот этой спекуляции никакой насчет этой фирмы. Владимир Николаевич, охрана это уже конечный результат этого преступления, которое творится на рынке. Изначально так Ольга Владимировна осуществляет свою предпринимательскую деятельность на химиков 27, имея документов. Охрана это уже вообще последняя точка, которая в принципе уже нас довела до, ну как, это же земля нашей южнической романы. Понятно, понятно, вот уже все там, все расскажет. Оля Владимировна, а чего вы с ними не пришли сюда с самого начала? А зачем? А зачем? Ну меня что, вы вызвали ночью, а вы к нам не можете? Я уже не вызывала. Ну как, ночью, мне охрана звонит, чтобы час ночи, чтобы я был на рынке. Я вас не вызывала? Я же... А сказала, что есть ЧП. Есть ЧП, ну так разбирайте ЧП, на вашем рынке ЧП. Так на моем рынке, вот именно. Ну расскажите, в чем суть? Видите, сколько людей, ни два, ни три человека пришло. Видите, сколько народа пришло. Сейчас скажу. Вы понимаете, эту ситуацию... Так не бывает. Подождите, эту ситуацию кто довел у нас городской голова? Ну хорошо, я довел, хорошо. Теперь Верховный суд... В чем люди пришли сюда? Подождите, вы на меня не кричите. Да ну в чем люди пришли? Вы всегда правы понимаете. Люди незаконно построили в настоящее время магазины. Раз. Вы мне даете ответы, что незаконно, вы не давали никакого разрешения на госакте строить магазины. Вопрос, я подхожу. Ровно три месяца. С 13-го года я ходила. Три месяца назад я ходила к ним, постоянно показывала документы. Придите, заключите договора. Люди не хотят. На сегодняшний день мы выиграли суды и все. Но кроме этого мы выиграли по Федоренко. Два магазина снести. Ну это же люди живые. Как же снесет? Подождите, у меня вопрос к вам. Это люди живые, а что не живой человек? Они работают. Люди... Так они же не идут. Они не идут. А можно я вас спросить? Я извиняюсь. Давай, давай. Скажите, пожалуйста, хорошо, мы уйдем, вы нас ремонтируете. А как вы будете спокойно спать ночью? Вы оформите эту землю, и будут все работать с вами спокойно. Так идите, подождите, идите, заключайте договору, вас приглашали. Семь, сделайте документы. Такие документы. Здесь был в коме, нормально, как здесь будет. Подождите, вот сегодня у вас очень много. Вот госакт на землю. Оригинал. Можно? Оригинал. Я прошу прощения. Давай, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Добрый день, все присутствующие. Мои фамилия Жасан, Алексей. По поводу многоспортального акта, оригинала и его наличия в природе, либо неналичия. Господин Крещуков имел счастье в его виде своевременно в суде с одним из юристов, этот самый акт. Значит, вот он в оригинале. Могу всем показать, разнести каждому отдельно. Вот, 6 березня 97-го года. Акт зарегистрирован в книге записи державных актов за номер 0-9. Вот, вот. По поводу улицы, я прошу прощения, я сейчас на то время формы, в которой указывалось улица, к сожалению, не было. Это указывало... Одну секунду. Одну секунду. Это утверждено в суде и Крещуков. И это все знают. Одну секунду. Александр Михайлович выдавал, значит, на то время улица, его выкопировка, на основании которого выдавался ГОСАК, расположение объекта указывалось в генплане и землеустроительной документации, которая имеется. От того, что ее не имеется, скажем так, к сожалению, возможно, в нашем исполкоме или в городсовете, это не значит, что ее не существует в природе вообще. Одну секундочку, 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 я прошу прощения, я отвечу на ваши вопросы, но давайте я уже закончу. Потому что большинство людей утверждает, что его нету, он есть. Опять же говорю, вот, пожалуйста, 0,6 гектара. Одну секунду, я просто перейду. Сейчас проехать, как истребовано право, поставить опору за депутат. Есть. Одну секунду все-таки, я потом отвечу. Значит, дальше. К этому ГОСАКу. На основании чего? Решение про выдачу. 20 грудня 96-го года. Вот он. В оригинале. На основании каких-то документов оно выдавалось, мы уже все понимаем. А каких? Ну, каких, послушайте, был Горсовет, тогда не Александр Михайлович его лично выдавал, я так понимаю, правильно, а поднимались руки. А вот акт Государственной технической комиссии о готовности законченного строительства объектов эксплуатации. 1 июля 97-го года, тоже в оригинале. Прошу всех обратить внимание. Это не копия. А за кем зарегистрировали? Стоп, секунду, секунду. Даже не заверенная нотариально. Документы присутствуют. Если кому-то... Одну секунду, насчет улицы. Насчет улицы. Значит, если кого-то интересует еще больше документов, без проблем, письменный запрос руководства предприятия, и мы предоставим все интересующие. Одно, теперь по поводу улицы. Улицы. Как мы прекрасно понимаем, все эти документы не получаются человеком, потому что он захотел. Логично, да? Нет, нет, секунду, секунду, секунду. Что ж такое секунду? Потому что я не могу договорить, потому что у нас есть не диалог, а конфликтная ситуация. По поводу улицы, которая здесь не указана. Это стандартная форма 96-го года, на основании которой заполнялась и выдавалась городском советом. Ее не предприниматель придумал. Если тут, если вы заметите, здесь нет строчки, адреса растушевания объектов, к сожалению. Но потом их поменяли. Это 96-й год, когда мы все находились, скажем так, уже во время приватизации, перестроек всего этого. Мы же сами это прекрасно знаем. Но ни в одном старом госакте за то время вы не найдете строчки адреса. Но растушевание объекта, растушевание объекта. И не только Вячеслава в 96-м получала... Растушевание объекта было указано в землю средствовой документации, на основании которого принималось решение и выдавался этот самый госакт. Он не взялся из ниоткуда. В генплане и в границах это тоже есть. Если всем интересно, еще больше документов получить на эту тему, опять же, без проблем. Обратитесь письменно, кругом, но обратитесь. Они просто по принципу у вас нету и мы не хотим. Это не диалог. Вы разводите конфликтную ситуацию, в которую втягиваете городскую власть. Втягиваете нас. И потом говорят все. Они проплатили. Секундочку. Я лично в этом судебных процессах, с вот этим всем городским рынком, включая представителей нашего городского совета, с 98-го года, где предприятие, которое строил мой отец, а свадь, который вложил, этот навес, который он строил, секундочку, мы получили документы, без проблем. Если у вас законный акт, почему вы не оформите на данный момент по законодательству Украины? Отвечу. 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 Потому что налоги большие. Нет, не отстану. Можно я, пожалуйста, отвечу, что по закону вы должны... У вас старый акт, мы не против. Но по закону, акты, госакты, на которые были выданы до 2004 года, изначально не были присвоены действительно кадастровые номера, соответственно, информация о собственниках этих земельных участков не внесена и не может быть внесена в госреестр прав на недвижимое имущество. В таких случаях необходимо осуществить первичную регистрацию земельного участка с присвоением ему кадастрового номера и внесением в государственный земельный кадастр и затем включить его в данные о право собственности государственного и реестра для прав на недвижимое имущество. Вы этого не оформляете. Теперь ответ. Ответ сразу. Значит, вы только что зачитали, безусловно, правильно. Слово в слово, вопрос этот изучался. Начнем с самого главного. То, что вы зачитали, есть ли сноска, что обязать всех в обязательном порядке до такого-то срока пристроить кадастровые номера? Секунду дальше? Нет, еще дальше. Нигде в законе не указано это. Раз. Во-вторых, где в законе указано, что владельцы госактов старого образца, на которых нет кадастрового номера, лишаются права по стильному коррестуванию? Или оно у них отбирается в судебном порядке? Эти суды уже были, и они выиграны в нашем предприятии. Закон этого не обговаривает. Более того, в начале 2000-х, я не помню даты, не буду уточнять, было решение конституционного суда по поводу старого госакта. Потому что у многих даже с 80-х годов поставались акты пустивного коррестувания. Дело как раз в этом. Дело как раз в этом. На ваш вопрос. Я дальше продолжу. И Конституционный суд постановил, что смена госакта или его необходимость не влияет на само право собственности, которое подтверждено в госактах, и не аннулирует его. О замене госакта. Здесь говорится о том, что вы должны оформить и получить кадастровый номер. Кадастровый номер необходим нашему предприятию лишь только для того, в том случае, когда мы захотим его либо продать, этот земельный участок, либо раздать его в аренду, либо произвести операции с землей. Это необходимые условия проведения операции с землей. Наличие кадастрового номера. В противном случае, как вы правильно сказали, для оформления недвижимого имущества он обязательный. Но сегодня по качествуя Вячеслава, пока не хочет его... Вот. Право пустивного коррестувания. Про качество имя, про качество Вячеслава, пожалуйста. Это была ваша мать. Конечно. Это была ваша мать, но не вы. Это личная коммерсивная приватная фирма Вячеслава. Вот она. Юридическому лицу, предприятию, юридическому лицу. Все. Давайте мы теперь вопросом специалистов позадаем. Ден, Ден, Ден. По положению налогового кодекса основанием для оплаты земельного налога является данная земельного кадастровая. Для того, чтобы налоговая пришла и имела право взимать налог, данный земельный участок должен быть зарегистрирован, должен иметь кадастровый номер. И тогда иметь право взять налог на землю. По состоянию на сегодняшний день, насколько мне известно, в земельном кадастре данного земельного участка нет. Соответственно, налоговая не имеет право взимать земельный налог. Это раз. Второе. Для того, чтобы ввести земельный кадастр, да, там можно ввести, но там есть проблемы, потому что когда в 1996-1997 году выдавался государственный акт на право постоянного пользования частной фирмы Вячеслава, не были надлежащие Морбану оформлены в проект отходов. Как-то вот требовал и на тот момент закон, и на сегодняшний день там требования эти ужесточены. Что касается, кроме того, имущества, которое расположено на этом земельном участке. На этом земельном участке расположено как недвижимое имущество, которое введено в эксплуатацию в первую очередь в 1996-м году, так и временное сооружение для занятий предпринимательской деятельностью, которое в основном принадлежит другим лицам. Недвижимое имущество на сегодняшний день также не оформлено в государственном реестре, не оформлено в недвижимое имущество, и у нас, да, действительно, 1998-го года шли суды, и мы передавали, там была фирма Вячеслава должна горсовету энное количество сумм, также другим кредитерам, также перед бюджетом была должна, но обзыскать эти долги не могли, потому что нельзя продать имущество, которое не зарегистрировано. И один из руководителей фирмы Вячеслава тогда, когда неоднократно предлагалась ей оформить это имущество, а на тот момент это было в компетенции Южненского господисполкома, потому что решениями сподисполкома принималось об оформлении права собственности, сейчас же такого порядка нет, но на тот момент это было очень просто. И БТИ оформляло все документы, но руководитель заявил, что если мы оформим, у нас его отберут, поэтому сознательно на это не делали. Сейчас тоже возникает резонный вопрос, если оформляется договор на охрану имущества, спрашивается, какого имущества? Если юридически, юридически, да, то, что право принадлежит Вячеславе, тут это есть решение судов, это бесспорно. Но для того, чтобы реализовать свое право, это должно быть зарегистрировано на земле, в земельном кадастре, получаются объекты и движимости также в реестре, в едином государственном реестре. Этого нет. Как можно заключить договор, что охранят, тут возникает вопрос. Что касается других всех объектов, которые тоже, как бы получается, незаконно размещены все вот эти временные сооружения. По положению размещения временных сооружений должна быть схема согласованная размещения всех на рынке, которая, собственно, утверждает ее в управлении архитектуры, в частности, в нашем. И потом на основании уже вот этой схемы каждый из владельцев, который размещен, может получить паспорт на свое временное сооружение. Притом, если раньше, в чем еще проблема была? Когда эти размещались объекты на земельном участке, который находился, в постоянном пользовании. То есть в 1996 году было предоставлено, в земельном участке было предоставлено постоянное пользование, но фактически рынок строился за счет людей. Люди сами за свои деньги строили, плюс еще вносили появные относы. Так это было? Да. Относы вносили в развитие всей инфраструктуры. Когда сейчас говорят, что мы там построили все, тут все участвовали. И люди, ну и, конечно, какую-то, и Вячеслава, и собственники Вячеслава, все участвовали. Но на тот момент была патовая ситуация, когда люди начали к нам приходить, чтобы оформить вот эти сооружения. Нельзя было оформить, потому что земельный участок в постоянном пользовании, а постоянное пользование предусматривает только самому пользоваться этим. В аренду, в субаренду нельзя передать. Если оформлено в аренду, то законодательством установлен такой институт, как в субаренду. И тогда это можно было регулировать. И мы тогда просили неоднократно. И на исполкоме, пожалуйста, переоформите в аренду с правом субаренды, чтобы на тот момент люди могли оформить за свое каждое, что они построили за свои деньги. Но спор тогда продолжается до сегодняшней войны. На сегодняшний день, 2013 года, вот эти временные сооружения, в принципе, можно размещать на этом земельном участке. Вот сегодня законодательство позволяет. Но до 2013 года обязательное условие для оформления прав на временное сооружение, это был документ на землю. Единственная ситуация, это был договор субаренды, что мы, в принципе, когда даже нашему коммунальному предприятию, муниципальный рынок, мы дали землю не в постоянное пользование, хотя по закону имели право, потому что по закону государственного коммунального предприятия можно давать землю в постоянное пользование. Но мы сознательно, и тогда было в три раза меньше противоплаты на землю, то есть противоземельный налог, а не арендную плату. Но мы сознательно пошли, чтобы на тот момент, чтобы дать ему в аренду с правом субаренду, для того, чтобы люди могли реализовать свое право на оформление за собой построенных там магазинов и всего. Другой вопрос, как люди это воспользовались, это уже мы дали им возможность. Конечно, всем показывала насила, есть решение отсюда. Катастрофы номер, скажите номер. Все принимать адрес, подождите, объект один. По решению суда лишили земли наш кооператив, который незаконно был создан. Четко там указано, по решению суда. Ваш номер, я же не спрошу их, ваш катастрофы номер. Да нет, нет, мы лишили, а он остается катастрофы. Ну какой, 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 какой возраст. Подождите, подождите, у меня вопрос. Я, субборатура, вы записываете что-то, вы все помните. Я, например, все пишу, а вы не запомнили. Прекрасно знаете. Есть вопрос-ответ, вы выйдете, надо все это... Скажите, как, Верховный суд мы выиграли по земле. Подождите. Вот только выиграли. В 15-м году, в апреле месяце, четко указано, что закон самоуправления нарушили. Все решения сессии отменили. Катастрофы номер есть? Протесты? Прождите. Вам только сейчас объясняли. Вы сказали, покажите, как прождите. Вы сказали, покажите госсад в оригинале, мы придем к вам. Катастрофы номер у вас есть? Один вопрос. У вас есть. Вводите, вы проезжали. У нас. Хорошо, второе вопрос. Ну нет, хорошо. Регистрация на право собственности есть? Недвижимость. Недвижимость. Есть? Нет. Катастрофы номера нет. Мы, когда, я помню, когда мы только начали, 10 лет назад нашей работой, Оля Владимировна подходила, я тогда сказал, Оля Владимировна, я вам даю слово. Не будет ни одного вопроса. Привезите регистрацию собственности, и мы под вашей собственностью, вся земля будет зарегистрирована. Помните, Оля Владимировна? С первого дня. И тогда у нас не было бы никаких вопросов. Но вы этот, вы не регистрировали свою собственность. Суд закончился только месяц назад. Так что, 10 лет суд шел по собственности? В 13-м году закончился. Ну хорошо. Так, Денов сдал вопрос. Реестр, катастрофы номера нет, и нет права на собственности. Что еще? У меня в Денову есть вопрос. Скажите. Скажите, пожалуйста, если у вас информация о том, что некоторые предприниматели строили за свои деньги, или подтверждаете ли вы их право на собственность, которую они построили? Я не могу их делать, инвентализацию объекта. Прошу документы, чтобы видеть, что это перед ними поговорить. То есть, если у предпринимателя мелкого есть какие-то нюансы, то вы через суд и через исполнительную службу выбрасываете его, себе в то же время позволяете. Вы для чего предложили? Да нет, ничего. Вы для чего предложили? Чтобы пришли его... Нет, у нас никаких нюансов не было по документам. У нас были все документы. Сессия выдана на место. Вал архитектурное строение. Технический паспорт. Катастрофы ломят субарет до земли. Пожалуйста. У вас все документы... У нас были все документы, да. На суде, я извиняюсь, на суде, химиков 33, до свидания. Почему? У меня нет никаких... Я не снял ни закона. У меня даже нет точки неправильной. У меня все было полностью правильно. И как вы сейчас задали вопросы, когда страны нету, даже страны нету, собственности нету. Я не выигрывал суд. Как суд можно выиграть? Я не теряюсь. Хозяйственный суд назначил экспертизу документов. Экспертиза не была проведена. И в решении суда, хозяйственного суда, даже не указали, что ее не провели. Ее просто выкинули. Потому что не было с этой стороны с чего проводить экспертизу. Все. И нас просто на кислород. Потому что вот есть арт-оригинал. Непонятно, на каком адресе. Вы сами задали вопросы. Вам за эти вопросы не ответили. Ну хорошо, так что? Что мы теперь должны сделать? Подали опять очередной раз? По новооткрывшимся обстоятельствам? Ну новооткрывшимся обстоятельствам, что нет наркозастрового номера и нет... А сейчас оно так не будет. По новооткрывшимся обстоятельствам. Потому что, я извиняюсь, у нас в решении суда написано демонтировать лотки номер 2 и 3. А у нас, извините, малое архитектурное строение. Уже есть ошибка раз. У меня два, у него три. А в решении у него три, у меня два. Это два. И самодемонтаж. Если она хоть палец приложит к нашим магазинам, пусть она за это отвечает. Со своим, сейчас, теперешним кадастровым моментом. Правда, Владимир Владимирович? Хорошо. Как вы считаете, что нельзя найти компромисс? Когда мы были на финансовке, я не могу, я не могу, я не могу... Чикатай, унная женщина. Прокажи, говорят, оформите аренду. Дайте людям возможность оформить субаренду. Тем более, что до оформления документов по сей на землю толком не завершено. Все при своих интересах, все пределят. Оформите аренду людям субаренду. Вы оформите свое право собственности предпринимателю. Да чего вы так улыбаетесь? Ни одной вам в городе работает. Ну нельзя над людьми, если нет, издеваться. Оформите аренду. Дайте людям субаренду. Остановится часть, за трассы, и все равно ляжет на предпринимателе. Вы же граждан, человек, по долгу на строительство нельзя. Из полковной целы нельзя субаренду третьим лицам передать. Я лично. Поднимите, пожалуйста, переписку. Сколько раз вам написало письмо? Только за моей подписью. Пожалуйста, обращайтесь в исполнительный комитет, обращайтесь на сессию по поводу отхода земли в аренду. Скажите, что такого не было. 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 Просто лучше не было. Я извиняюсь, вы говорите, может, о перемирии, как я лично, со своей стороны, о перемирии не пойду. Почему? Потому что я в свое время пришел в аренду, стоял на аренду. Мне дали вот условно. Ни за что. Мне дали вот условно. Меня садили на три года. На три года. За что? За то, что я ее побил. За то, что я побил. Но я находился, вот это все видели. Просто стоял. И я ее избил, и мне отдали вот условно. Я должен идти на перемирие. Я иду усыновлять ребенка. Она мне палки в колеса, в милицию вызвать, чтобы пока у меня условно, чтобы меня где-то притянули к чему-то. Чтобы меня не дали усыновить ребенка. Это нормально. Личная милиция получается. Как я к ней могу подтили на перемирие? Я завтра ей дам деньги, но деньги дадут, а на меня наручники одерживаю какую-то взятку, ей дал вид. Ну еще что-то. Когда нам в коту, когда они нам хотели подкинуть, то это думаешь, что мы не знаем? Вот так, но, Более Владимирович, понимаете, я что хочу сказать. Вы когда с вами общались неоднократно, вы сказали, что нет людей, которые против вас. Это единицы, два-три человека, а не больше. А по факту мы видим, что народу очень много. Это действительно... Это ж жители города Южного. Надо находить компромисс. Надо находить компромисс. Что мы жалуемся на тех же людей, с которыми вы работаете, с которыми вы живете в одном городе? Ну не может, так не может. Не может быть вы одна права, все остальные не правы. Надо находить компромисс с людьми и прийти к общему знаменателю. Понимаете, я убедился, что не так все гладко, как вы говорили. Владимир Владимирович, пожалуйста, скажите, пожалуйста, какой может быть компромисс? Есть закон, есть какие-то нормы. Если человек это должен оформить, катастрофный номер получить, зарегистрировать землю. Как можно просто идти договариваться? Сегодня она с нами договорится, завтра она уже не будет с нами договариваться. Есть правовое поле, ему нужно решить этот вопрос с правовым полем, а не компромиссом. И сумму за землю. Я в предпринимателе спрашиваю, каждому по-разному. Одинаковая квадратура платит, как хотят. Тут 800, тут 1000 платит, а квадратура одинаковая, 2 тысячи, тут еще 100. Она берет деньги, она просто, предпринимается, она берет деньги, как хочет. Делаешь некомпроператив. Коператив сделали, катастрофный номер, субаренда земли сделали. Он пришел в каком Украине, за землю, за 1 квадратный метр брать столько-то. Все, мы платим столько-то. Она берет, как хочет. Ты колбасой к тому, если ты вещами нашли, больше, ты меньше. Не заплатили Ира Кореянко на выход. Выход, 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 выход. Человека пришли ночью или когда-то вечером в холодильнике двигали. Она ходит на вершину. Я ушла, потому что я буду за свою витрину, она очень много денег стоит. Здесь не комфорт, здесь нужно законное решение. Мы требуем только законного решения. Мы платим кооперативы, платим кооперативы, она присылает бумажку, и там сколько 200 тысяч задолженностей. За что? И как с ней можно найти общий язык и работать? Вот скажите, мы платим кооператив, пускай Пущуков скажет. Есть у нас кого-то задолженность, ни у кого. И мы все оформлены предпринимателями. Она говорит, что мы незаконно стоим на рынке, мы незаконно работаем, и мы никуда не платим денег. Мы даем пускай Пущукову, и он деньги тратит, куда был знаменитый. Неправильно? А еще нам убираются. Там проблему саму не убирали, понимаете? А охранность мы будем выхать. В данный момент по охране у людей договор, какой бы там не был пока патриот, мы сейчас это не берем. У людей договор с патриотом за имущество магазина, да? Вот они отвечают за это имущество. Почему они сейчас не должны, почему эти люди должны там находиться, когда у нас с ними договора нет. Что-то случится на рынке, с кого нам спрашивать? Патриотом. С патриотом. Потому что у нас с ними договор, правильно? Мы сейчас с этим всем разберемся. Сейчас не будет начальник, как она говорит. Вот какие-то горячие очень сильные. Вчера ситуация в нем сейчас. Для меня, что патриот, что остальное фермонизм, не значит, есть закон. Мы не допустим никаких столкновений, не допустим нарушение закона. Это уже значит. Но для того, что будут лежать кулинационеры на рынке, я вам это обещаю, это будет. С сегодняшнего дня, вот, патруль пусть будем дарить, патруль, переместить на рынок, чтобы ограничить эти вот столкновения, пока мы будем разбираться. То есть, вы можете спокойно ночью идти домой отдыхать, мы пока возьмем под экран рынок. Ну пусть они тогда тоже, сколько нет документов... А вы придите ко мне, кто-то из вас, я жду по работе. Хорошо. Придите, пригласите вашего. Патриот, сядем, посмотрим все документы, разберем. Нет, ну просто, как она должна там находиться, если у нее одного предпринимателя, с ними нету дома. Почему она должна там находиться? С директора ЛНК есть? А почему? А почему? А я директор ставлю лотка. Говору у нас есть, нету, 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 нету. Сейчас с хозяина нету на рынке. Арестуйте рынок, чтобы мы спокойно работали. Пусть они судятся между собой. Нет. Вот ты же самый, путлярцевый, мы спокойно работали. Тише, тише, хорошо. Давайте из прокуратуры дадим слово. Я хочу сказать, что корень проблемы в том, что действительно у Ольги Владимировны нет никаких прав распоряжаться этой землей. У нее есть акт на пользование землей, но права распоряжаться землей нет. Пока оно не будет законным образом, это право реализовано, она не имеет права распорядиться этой землей и передать ее в пользование другим людям. Поскольку на сегодняшний момент уже эта ситуация есть. Люди пользуются этой землей, не имея на это... То есть исполком должен начать, с самого начала разматывать этот клубок, определиться с этим актом на пользование землей. На сегодняшний момент, вот же сам правильно сказал, что есть решение Конституционного суда, которое было в начале такое решение о том, чтобы обязать всех предпринимателей оформить акты права пользования землей, чтобы были права собственности на эту землю. Но некоторые предприниматели пошли в Конституционный суд и сказали, что это не Конституционно, нельзя заставить людей оформлять те документы, которые они не хотят оформлять. Но мы хотели оформить на право права права. Тише, тише. На сегодняшний момент есть акт пользования, нет акта распоряжения. То есть никто не может распорядиться. Есть у нас власть в лице исполкома, которые собственники всей земли, города Южный. Только они могут инициировать вопрос, либо каким-то образом договориться с Ольгой Владимировной о том, чтобы она оформила это право распоряжения землей. И тогда уже после того, как она оформит это право, поскольку у нее нельзя отобрать право пользования. Это следующий шаг. После того, как она реализует свое право на распоряжение с инициативой исполкома, только тогда эта ситуация может быть каким-то образом разрешена. Хотят ли предприниматели иметь дело с Ольгой Владимировной, либо не хотят. Но вот эту ситуацию без разрешения этой проблемы никак не решить. Хорошо. А собственности, право на собственность? Ну нету, допустим, госакта на собственность. Она имеет право его оформить. Для того, чтобы этот вопрос... Право или обязательно? Или должна? Она не может. Мы не можем ее... И государство не может обязать. Есть решение Конституционного суда, о котором сказал же сам, что нельзя заставить предпринимателя. Потому что здесь речь идет о деньгах. О больших деньгах. Она пользуется, она платит совсем чуть-чуть. Когда будет право собственности, она будет платить за эту землю по расценкам города. И не будет... Почему вы не оформляете... Почему вы не оформляете... Все, что находится на рынке, все имущество, оно тоже не имеет своего собственника. У Ольги Владимировны есть только акт пользования этой землей. Она может только пользоваться. Но она не может задавать в аренду, не может продать, не может кому-то даже выгнать. Я не знаю, почему суд принял такое решение. Я в образе... Можно я... Тише, тише, подожди. Нет, я не хочу сказать. Тоже не может. Не может. А собирать деньги за пользование ее землей? Вам не дают деньги в деньгах еще, кроме... Ну а как... Акт в эксплуатации, вы что там, что там... Акты в эксплуатации не дают вам права пользования, не дают вам права собственности. Акт в эксплуатации это первая ступень комитета, оформить право собственности. Григорий Васильевич, как юрист, он прекрасно знает всю эту ситуацию. Я думаю, если он раскинет головой, он может придумать, как выйти из этой ситуации и заключить какой-то компромисс. Потому что эта ситуация, она действительно очень резонансна. Весь город обсуждает только этот рынок. Десять лет уже. Десять лет. Мы обращались и не раз приглашение с любыми. Пожалуйста, напишите... Давайте тогда обращаться выше. Либо обязать ее оформить право собственности, дать какие-то сроки. А исполком имеет право обязать? Не имеет. Ну, смотрите... Она же платить тогда будет, а я не дадим, она платит. Тогда нужно оспаривать этот акт пользования. По какому основанию? Есть, есть, есть. Мы оспариваем сейчас. Один говорите, что нужно. Мы подали в суд. Насчет этого акта, который 96-го года, когда мы сейчас подали, что на тот момент, где госсовет выдал незаконно этот акт, сейчас оспариваться будет это в суде. Просто сегодня должен был суд. Но это не должен делать один предприниматель, это дело всего города. Поэтому необходимо, чтобы сполком тоже принял какое-то решение в этом отношении. Юристы должны... Сполком может только признать иски. А сам? А на основании вот этого судебного решения... Да, так давайте открутим все на закрытии. Если не получается так, нужно как-то решать эту проблему, но никогда не разрешится, если не будет Ольги Владимировны право собственности, чтобы она и могла распорядиться. Потому что все действия на сегодняшний момент, они не законы. Не законы, не законы. Я прошу прощения. Ну, это чтобы вы понимали, что здесь уже никто ничего другого не скажет. Здесь средства массовой информации, много камер. Все это снимается, все это записывается. Поэтому это можно всегда... Никто же не сказать, что кто-то... Что такого не говорилось и такие консультации никто не давал. Да, пожалуйста. Я прошу прощения. Выслушено было много, конечно. Я сам непосредственно участвую в предприятии очень долго. Я могу сказать следующее. Евгений Владимирович, наверное, нам стоит вас признать, призвать. Я как посредника, а я как представитель администрации городского рынка, какой бы он ни был, скажем, нравится мне, не нравится, он сегодня есть. Значит, мы как администрация готовы и хотим договариваться с предпринимателями. Давайте скажем так. Не важно сколько. У нас было конфликтных ситуаций. Не важно сколько мы в них участвовали. Потому что вот это все, я скажу вам грубо, это говно, мы все разводить будем еще очень долго. Евгений Владимирович, я прошу прощения. Я приношу извинения. Все, я приношу извинения. Я прошу прощения. Все, возьмите. Но, наверное, слово так выражает всю суть происходящего там. Ведь вчера ночью все были свидетелем этого, скажем так, действия. Поэтому у меня просьба. Господа предприниматели. Я уважаю каждого. Есть наши соседи. Я их знаю лично, знаю очень хорошо. И знаю в лицо практически каждого, собственно говоря. Я призываю всех сегодня сесть и договориться. Давайте, секунду. Мы можем долго отрицательно к этому относиться, как вы, безусловно. Но придем ли мы к чему-то, мы не придем. А почему? Отвечу сразу. Потому что на сегодняшний день есть масса решений суда, где этот госакт признан. Нравится нам это. Не нравится нам это. И исполком был и участником, и свидетель. И уже не раз, и столько лет, что мы уже все забыли, когда был первый, вообще, чего он начался. И когда мы говорим, давайте позовем Александра Михайловича, он скажет, ребят, не хочу. И прав будет. Значит, как-то выдавалось. Призываю всех, собственно говоря, если от нас требуется, Владимир Николаевич, оформить, дооформить, скажем так, не начать. У нас есть все основания оформить. У нас есть право на оформление первоочередное. Уже было сказано прокуратурой города Южного представителя. Мы его используем в полной мере. Давайте тогда сядем. Мы определим сроки. Одну секунду. Я не перебивал никого. Мы обозначим сроки по оформлению, скажем так, документов, которые волнуют сегодня наших предпринимателей для того, чтобы они находились там законно. Вариант. Мы возьмем обязательство под горосполкомом. И лично перед вами, Владимир Николаевич. Ну, раз уж так получилось. Но и предпринимателей мы призываем не заниматься эскалацией конфликта с фразами «Вы здесь никто, у вас нет документов». Документы есть. Нравится мне. Секундочку. 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 И мы хотим сегодня договариваться и выходить на эти договоры. Потому что мы будем разводить это очень долго. И будет суд, на суд, и еще на суд. И чем больше дальше мы будем идти, мы пройдем точку невозврата, когда уже никто ни с кем не захочет уже чисто по личным мотивам договариваться. Но мы уже пойдем, скажем, знаете, как два боксера, в такой клинч, когда мы уже можем дойти до принудительного сноса. Мы не будем этого делать. Зачем? Секунду. Но. А представьте себе, секундочку, секунду, секунду, я закончу. Я не перебивал никого. Все говорили. Я слушаю. Это будет плохо, скажем так, мягко говоря. Потому что у вас есть семьи. У нас есть семьи. У всех присутствующих. Это не разворот ситуации, безусловно. Давайте мы закончим эти премии. И сядем разумно. И претензии каждого я лично готов выслушать. И, секунду, секунду. Я готов пойти навстречу. Давайте устаканим массы, есть спорных моментов. Масса. И будете ли вы находиться с Южненским кооперативом, обслуживающим. Там есть масса вопросов. И отменены решения по выделению ему земельного участка. Сегодня это факт. Дальше. Секунду, секунду. Я прошу. Я говорю только о фактах. Сейчас нет эмоций. Эмоции, когда я вам говорю, я хочу договариваться с каждым. Хотите по отдельности. Давайте идти навстречу друг другу. Давайте все вместе. Мы опять переходим к взаимным обвинениям. Но давайте договоримся. У вас трех документов нет. С законом у нас, мы не договариваемся с законом. Мы не договариваемся с законом. Мы призываем к компромиссу сейчас в первую очередь. Скажите, пожалуйста, в чем предложение, в чем компромисс? Сегодня предприниматели высказали массу вопросов, которые их интересуют. Есть ли компромисс, заключается в том, что сегодня наше предприятие, конкретно, получило кадастровый номер? Когда? Секунду. Вы понимаете, что сегодня выделение, это вопрос раздутый, и не все зависит всегда от руководства. Хорошо, мы его оформим в разумные сроки. Безусловно. Чем это будет следующий шаг в решении вашего конфликта? Вы оформите право собственности. Предприниматели, имея право собственности на свои объекты, все равно не получат от вас никакой гарантии. Не может быть компромисс, в том плане, что мы договорились, то все-таки приходите к нам заключать договора. Есть сегодня форма договоров, которые позволяют обоим сторонам соблюдать взятые на себя обязательства. Позволяют. И такие формы есть. А то, что, скажем так, кто-то об этом не знает или не подозревает, значит, что их не существует. Они сегодня есть. Это может быть с каждым индивидуальным. Какой договор подразумевает исполнение договора? Безусловно. Но все зависит от двух сторон, которые либо хотят его соблюдать, либо изначально его не хотят соблюдать. Конкретное предложение, я вам скажу так. Что подразумевает под конкретным предложением сегодня, наверное, ваш вопрос? Сказать, что мы за три дня оформим кадастровый номер, это ложь изначально. То есть я вас уже обманул и всех присутствующих здесь. Но это уже не серьезно. О том, что выделяла земля кадастровый номер Южненскому городскому обслуживающему кооперативу, есть решение суда, которое говорит, что это неправильно. Забыли. Секунду. Когда мы говорим о гарантиях, но даже исполком в свое время принимает решение, кому из сегодня присутствующих дал гарантию, что не будет развозиться конфликт. Вы сегодня в конфликте все? Стоп, секунду. А никто не занимается произгоном. Секунду. 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 Давайте все-таки уже к чему-то придем, пока мы здесь все. Потому что потом на рынке, стоя на улице, мы лишь оскорбляем друг друга и идем опять в тупик. Мы как паровоз, который разогнали, он прет вперед и сносит все барьеры. Кто хочет договариваться? Никто. Мы спускаемся до оскорблений, в первую очередь, когда нам уже нечего сказать. Молодой человек, вот такая аренда нельзя, потому что вы стоите. Еще раз, что ты не хором, а рома. Я к чему сейчас это говорю? Владимир Николаевич, вот наше желание выйти на компромисс. Но, к сожалению, мы получаем сейчас еще один тлеющий конфликт, когда нам говорят, вы там опять никто. Ну, хорошо, если никто, решение суда. Покажите хоть одно. Хорошо, где я нашел? Можно один вопрос? Сейчас очень умолно сказать стране, чтобы высветили структуру собственности. Кто на настоящий момент официально собственники фирмы Вячеслава в каких далях? Это опустится к делу? Хорошо, хорошо. Нет, ничего себе. Я отвечу почему, собственно говоря. А вы когда подсовывали решения, которые были незаконны, это как-то относится? Ну, вот секунду, вот одно, второе, третье. Собственники? Нет, есть собственники. Есть КПЛО в 50%, есть Кудрявцева 25%, есть Жасан 25%. Это ясно. Слушайте, вот прокуратура говорит, повторите, пожалуйста. А высветливание властников цього корпоратива должно быть, чи нет? Чи это обовязково, чи не обовязково? Чи можливо это высветливать? Если человек не возражает против того, чтобы были публично определены его данные, это все возможно. У нас право собственности, оно как бы главное для государства. Если человек, там не затрагиваются конфиденциальные данные, которые определены в законе о запрете распространения конфиденциальных данных, то все это законно. То есть если... Президент свои данные выслеживает, ну и что? У нас декларации, все в электронном виде, все можно посмотреть, кто сколько зарабатывает. То есть есть люди публичные, есть люди, те, которые не хотят какие-то данные свои давать. Я хочу ответить вам, как правило, с кандычка. Я, скажем так, не земельщик. Нет, готовьтесь тогда. Второй вопрос дальше. Косная эфра должна быть на схеме размещения временных сооружений на рынке, и она должна быть согласована в исполком. Так? Так. Третий шаг, как я вижу. После этого каждый, кто имеет собственника этих временных сооружений, оформляет право, право привязки. Четвертый, это можно передвинуть, это вопрос такой. На исполкоме вы не обязаны согласовывать свои тарифы, но учитывая вот эту ситуацию, которая сложилась, это вы можете это сделать. Согласовать, согласовать. Согласовать, согласовать. Согласовать, вот эти тарифы, такие же, допустим, как и в муниципальном рынке, заключаются договора. Все можно сделать. Ну вот все можно сделать, я... Да это, лично это всем надо делать. И тогда люди, с одной стороны, получат документы надземные, с другой стороны, будут платить вам за услуги. На подозрение надземных. Ну, сколько важно, нужно тарифы, которые ситуаются в исполком. Мы, как администрация, готовы согласовать. Тариф, понятно. На размещение... На тариф. Секундочку, секунду, подождите. Я делаю предложение, а потом уже как будем его обсуждать. Я подделаю предложение. Мы утверждаем тарифы на размещение объектов, платы, жизнедеятельности с исполкомами с участием городских властей, администрации. Обоснованные, понятные для всех. Сошифровка, если это неопределенно. В свою очередь, мы... Одну секунду. Да, теперь идем к этому платить. Но предприниматели входят в договорные отношения. Пока ЧП, Вячеславов. Секундочку, можно я закончу опять? Мы говорим сейчас языком ультиматуры. Катастрофый номер, скажем так, стал камнем предкновения, представил Пресвитию Прокуратуры, абсолютно необоснован. Давайте с этого... В смысле? Пожалуйста, это просто сказано. В смысле? Это что, вы собрали сейчас необоснованно, тут отбудут дать? Вы будете собирать документы? Нет, нет, нет. У вас документы. И документов нет, и все будет. Представитель Прокуратуры сказал, право распоряжения землей, но право собственности не отменяется. Я правильно подстрирую? Не знаю, право собственности. Нет, секунду, 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 я прошу прощения. Право собственности владения не отменяется. Право пользования владения. Нельзя его, ним распоряжаться. Продать, распоевать, сдать этот кусочек земли в аренду. Мы не можем, не можем, не можем, да. Я это все делаю. Стоп, 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 секунду. Это мы сделать не можем, безусловно. Но, но это не значит, что она перестала принадлежать предприятию. Потому что я не могу подать стул, не значит, что он перестал быть моим. Так а мы разве это сейчас выясняем? Секунду. Мы не это не выясняем. Секунду, секунду. Вот мы это просто подаст ровном, который интересует всех и вся. Хорошо, это можно сказать, но мы не согласны с ним, что... Мы составим КАМИ, такую группу, и вместе работаем с прокуратурой, с нашими юристами и с представителями. И вот эти вопросы все поднимают и говорят. Согласно, безусловно, конечно согласны. Почему это значит? Ну, не за то мультиматум. Мы сначала выпал. Давайте диктосинкронно решим. Нет, 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 нет. Секунду, если 10 лет назад вы выделили об нас ноги, а теперь нам потенции предъявляют. Вот хорошее положение. Я думаю, что с одной стороны три человека, с другой стороны три человека. Юрий Николаевич, прокуратура и наше управление нет. Это то же самое, я купил против доказательства, но я уже зашел. Так, давайте своих других человек, вы своих. Нет, если не согласны. Я предлагаю, диктосинкронно решение. Если не так, сначала вы, потом вы, вы, мы синхронно решаем вопрос, и мы выйдем из этой ситуации, сохранив все линии, и никто не прогнется. Да, да, давай. Синхронно, несинхронно, есть закон. Мы хотим все делать согласно закону, мы не против платить. Пусть люди оформляют документы, будут документы... Ну вот давайте вы три человека, группу создайте, и будете говорить. Когда появятся документы у вас, задового это часа сделаем... А скажите, пожалуйста, что нам завтра делать на ручке? Работать на ручке. Нет, нам сегодня сказали, что заварим все ворота. Заварят все ворота. Нет, нет, но этого не будет. Но сегодня вы уже закрыты ворота. Ой, ну, а уже вы, вышло, ну. Сегодня ворота не жива, люди, 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 теряяются. Какие заваривать ворота, вы что? Не кричи ни на меня. Да я не кричу, этого нельзя делать. Вы сгустите, что? Что допустить? Вы сгустите, как ракурик. Давайте крикуем. Ну, а что это будет, посмотрим. Как решаемые граждане из города, предприниматели. Давайте так, знаете, как у киплинга, когда нет воды, все звери мирятся и идут к одному водопою. Нужно дать время. Давайте выберем какое-то время, ну, допустим, месяц, за который определится эта ситуация, наметятся планы выхода из всего этого. А за этот месяц просто никто не будет ни с кем ругаться. Да, все будут делать все, как было раньше. Никто никому не будет мстить, никто не будет никого выгонять. Да, давайте определимся. Только услуги рынка, давайте немножко подумайте, как их снизить, уравнять. Нет, нет, давайте просто, если мы уже решили сделать это водяное перемирие, как это вот, надо мудростью учиться у животных, потому что люди тоже в этой степени оттуда вышли. Поэтому давайте немножко, хоть мы и цивилизованы, но мы чего-то забываем об этом, когда речь идет о том, чтобы кормить своих детей, о том, чтобы чего-то научиться. Давайте забудем все обиды, определим определенное время для того, чтобы наметить план, создать группу, а уже после истечения этого периода и спросить, что было сделано, что не сделано, и идти двигаться нормально дальше. Условия 2-3 месяца, полгода бесплатно, вы переехали, люди перейдут сюда сюда, если вы не найдете компромисс. Потому что 10 лет воевать, я серьезно, абсолютно, потому что надоело 10 лет воевать. Поэтому давайте мы то, что сказали с прокуратурой, давайте мы, если подходит, месяц, никто никого не трогает. Милиция занимается этими охранными службами, если нет, милиция сама будет охранять, если они не справятся. Дальше, второй вопрос, то, что мы говорили, комиссия, три человека оттуда, прокуратура и наше управление юстицией, составляете план действий, согласовываете между собой, составляете сроки, когда нужно получить кадастровый номер, когда оформить госимущество, дорожную карту, что нужно сделать. И таким образом, я думаю, через какое-то время придем к общему знаменателю, и все будут только выигрыши. Я извиняюсь.